МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мальчик-велосипедист влетел в легковушку. Следователи составили фоторобот подозреваемого в избиении. Вот этот мужчина мог поднять руку на магнитогорского журналиста 31 марта. Вглядитесь в черты лица, может быть, они вам знакомы. Напомню, в конце марта журналист Михаил Скуридин переходил дорогу на этом перекрёстке. У него начался конфликт с автомобилистом. Очевидцы рассказали, что водитель ударил Михаила так сильно, что он упал на асфальт и потерял сознание. На место ЧП вызвали скурую. Пострадавшего забрали в больницу. Там он скончался. Автомобилист с места ЧП скрылся. Следователи установили, что преступник был на серой кии «Спортедж». На вид ему около 40 лет, славянской внешности, рост примерно 175 сантиметров. Светлый цвет волос. Если вы узнали мужчину на фотороботе, обратитесь по номерам на экране. Сотрудник Росгвардии, которого пьяным задержали за рулём, наказан. Мужчину лишили водительских прав, и это ещё не всё. Мужчину отдали под суд и, кроме лишения прав, обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Это видео разлетелось по соцсети. Во время задержания мужчина начал кричать и оскорблять сотрудников ГИБДД, потому что был пьян. Ребят, где у вас документы? Вы пожалели эти. Я рыбоков. Полукойник полиции. После служебной проверки мужчину уволили с работы за то, что совершил поступок, порочащий честь сотрудника ветомства. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. В Челябинске на затопленном карьере утонул 13-летний подросток. Мальчик приехал искупаться с друзьями. Выбраться из воды парень не смог. Друзья оказались бессильны. Спустя несколько часов водолазы достали тело с глубины 4 метров. На Южном Урале это уже третья трагедия на воде за прошедший месяц. Какие меры предосторожности нужно соблюдать и где можно купаться, расскажет Эльвира Хафизова. Зовём на помощь. Просим помочь. Реанимация начинается с пяти вдохов. Я скорую не звоню с этим. Вызываем скорую помощь. А вот скорая пляжка с пески берег. Остановки сердца. Приступают в сердечную, влюбочную реанимацию. Спасатели демонстрируют, как правильно оказывать первую помощь утопающему. Вместо настоящего пострадавшего манекен. Куклу переворачивают, чтобы освободить дыхательные пути от воды. Главный инструмент спасателя. Ишок-амбу. Это устройство позволяет сделать искусственное дыхание намного эффективнее, чем привычным способом. Рот в рот. Затем спасатели приступают к сердечно-лёгочной реанимации. Как только у пострадавшего появляется пульс, его переворачивают на бок и следят за дыханием. На спасение человека есть всего четыре минуты. В среднем состояние клинической смерти длится от четырёх до пяти минут. Конечно, наилучшие результаты по выживаемости достигаются именно при оказании сердечно-лёгочной реанимации в течение именно четырёх минут. То есть в дальнейшем возможно, конечно, запустить сердце, но вероятность того, что мозг уже погибнет, она достаточно высокая. Спасатели есть только на оборудованных пляжах, где купаться разрешено. Но, напомню, за прошедший месяц на Южном Урале произошло две трагедии. 24 мая в Копейске утонул 13-летний Дима. Он гулял с друзьями на угольном карьере вблизи посёлка Бажова. Увидел, как в воду упали двое детей. Грунт под ними обвалился. Нераздумывая, парень бросился на помощь. Вытолкнул ребят на берег, а сам спастись не сумел. Тело Димы искали четыре дня. Парня похоронили, как настоящего героя. 27 мая в Магнитогорске утонул 16-летний молодой человек. Он с друзьями отдыхал на берегу реки Урал. Пляж там не оборудован. Вместе с подругой парень решил переплыть реку. На тот берег добрался, а обратно не хватило сил. Девушка вернулась одна. Чтобы избежать трагедии, говорят спасатели, отдыхать нужно только на специально оборудованных пляжах. В Челябинске таких 16. Однако плавать разрешено только на шести из них. Пляж, разрешенный для купания, должен быть оборудован. Табличками купания разрешено. На вышке поднят желтый флаг. По этим признакам вы сможете определить, что в данном месте купание разрешено. Имеются матросы-спасатели. И вам в крайнем случае окажут помощь. Открытые необорудованные водоемы опасны не только неизвестным дном, но и подводными течениями. Кроме того, купальщика может засосать в воронку. Если все-таки беда случилась, главное правило – не паниковать. Перевернуться на спину, широко расставить руки, громко кричать и ждать помощи. Эльвира Хафизова, ОТВ Жители Магнитогорска устроили стрельбу на территории школы. Сделали импровизированный тир. Такое развлечение насторожило очевидцев. Так что они сняли все на видео. Полторашку стреляют на территории школы. Судя по кадрам, в руках у женщины пистолет. А что мы на территории школы стреляем? Сразу после этих слов пара ушла. Видео изучают полицейские, устанавливают обстоятельства, проводят проверку. Пользователи сети предполагают, что в руках у женщины пневматическое оружие. Разрешение на такое не требуется. Тем временем челябинские полицейские выяснили, кто мог обстрелять двор в микрорайоне Парковом. Стражи порядка проверили квартиры дома, откуда стреляли. Выяснилось, что огонь открыл 24-летний молодой человек. Полицейским он рассказал, что не хотел никому навредить. Стрелял из пневматического пистолета с балкона своей квартиры на восьмом этаже. Оружие у молодого человека изъяли. Полицейские продолжают проверку. Решают, к какой статье отнести действия челябинца. Всех пострадавших просят обратиться в отдел полиции Курчатовский в часы приема. В Трехгорном иномарка вылетела в кювет и загорелась. Есть пострадавшие. А в Челябинске у юного велосипедиста отказали тормоза. Мальчик влетел в легковушку. Теперь водителя могут лишить прав. Об этих и других дорожных ЧП расскажет Константин Гришенков. 20-летний водитель объясняет сотрудникам ГИБДД, как произошла авария. Показывает нацарапины и повреждения автомобиля. По словам автоинспекторов, 11-летний велосипедист вылетел на пешеходный переход и врезался в отечественную легковушку. У двухколесного транспорта отказали тормоза. Мальчик рассказывает, снизил скорость, но с велосипеда не слез. Ну, смотрите, я не заметил машину. Я вот поехал, ну, я снизу скорость, я поехал, и она резко появилась. Я растерялся, я врезал, поцарапывал. Однако очевидцы уверены, ребенок не пытался затормозить. Ехал на огромной скорости. Он даже не притормозил и не посмотрел по сторонам. То есть я успела затормозить. Он, получается, поехал дальше и попал в эту машину. Попытая в эту машину, он выехал на Сдержинского. То есть у него была такая скорость, что он не смог затормозить. По словам полицейских, после аварии водитель не сообщил в ГИБДД, а просто передал записку родителям мальчика. Затем уехал. Тогда мама школьника обратилась к автоинспекторам. И теперь за оставление места ДТП водителю грозит лишение прав сроком до полутора лет или арест до 15 суток. Также после расследования к ответственности могут привлечь и родители велосипедиста. Ведь переходить дорогу он должен был пешком, а свой транспорт везти рядом. А это ДТП произошло в Трехгорном. 27-летний водитель за рулем иномарки «Ситроен» превысил скорость. Не справился с управлением, вылетел в кювет. От удара машина загорелась. Известно, внутри автомобиля был 16-летний подросток. Его и водителя забрали в больницу. Авария в Каслинском районе. 62-летний водитель отечественной легковушки разогнался, не успел затормозить. И на огромной скорости столкнулся с КамАЗом. Легковушку отбросило в кювет. Она протаранила дерево. В результате ДТП водитель ВАЗа был госпитализирован. На кадрах ДТП, которое произошло в Ленинском районе Челябинска. «Шкода» лежит на боку. Несколько мужчин пытаются перевернуть внедорожник на колеса. Салон автомобиля в дыму. Известно, что обошлось без пострадавших. Точные причины аварии выясняются. Девушка из Магнитогорска обворовала магазин и попала в объектив камеры наблюдения. Это видео появилось в сети. Так что смотрим, как делать не надо. Ведь теперь эта девушка может получить наказание. Дама подходит к прилавку. Достает с витрины бытовую химию. Спешно кладет в сумку. А затем, минуя кассу, уходит. По данным автора видео, женщина вынесла товар на сумму 2500 рублей. Зачем ей столько бытовой химии, не ясно. Сотрудники магазина уже обратились в полицию. Когда девушку найдут, ей может грозить наказание. Электроопора опрокинулась в Златоусте. Столб упал на забор частного дома. Теперь над участком натянуты провода под напряжением. Сильный ураган и ветром. Гроза была сильная. Уронила. Я сама не видела. Мне уже позвонили в гаражей. Хозяйка дома рассказывает, столб держится на заборе. Проводами зацепился за яблоню. Под ним стоит легковушка. Если бы ограждение не выдержало, то автомобиль мог бы пострадать. Благо, столб деревянный, а забор металлический. По словам жителей города, этот столб принадлежит храму по соседству. Там якобы обещали заменить электроопору в ближайшее время. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Елизавета Болдарева. Увидимся на телеканале ОТВ. А сразу после смотрите новый выпуск программы «Есть вопрос». Сегодня в студии председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Он расскажет, есть ли реальные результаты после того, как в Челябинске провели федеральный экологический форум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова